10 нелепых ситуаций в сексе. Какими они бывают и как вам реагировать, если в вашей жизни произошло подобное? Потому что многие из вас наверняка с этим сталкивались и это приводило к конфликту. Наша задача сегодня разобраться в данной теме, чтобы вы не разосрались, простите меня, с партнером, а наоборот сохранили отношения и пошли далее. Обязательно досмотрите видео до конца, потому что самый последний нелепый случай действительно влияет на качество отношений и может довести вас вплоть до расставания и развода. Первый нелепый случай, когда, например, ваш партнер во время сексуальной близости называет вас другим именем. Такое очень часто бывает. И не только со стороны мужчины, но и со стороны женщины. К чему это приводит? Естественно, в этот самый момент, если, например, вы на своего мужчину говорите, его зовут Саша, а вы ему говорите, Рустам, ой, Саша, прости, и он опа, типа, что ты сказала? Он слезает с вас. Я не понял, подожди. И начинается разборка, реальная разборка, потому что это действительно может ущемить мужчину, это может ущемить женщину, вы можете на этом фоне начать ругаться, но остановитесь. Это не является поводом для скандала. Я сейчас объясню, почему. Очень многое зависит от того, как давно вы вместе раз, как давно вы расстались с предыдущим партнером. Ведь даже если это расставание произошло год назад, вы должны прекрасно понимать, что еще очень многие процессы, мозговые центры ваши, нейроассоциативный ряд и многое-многое другое может срабатывать и триггерить на прошлого партнера. И не обязательно только в сексе. Вы где-то в быту задумавшись, можете на автомате ляпнуть своему мужу, назвав его там или парню, назвав его именем предыдущего партнера. То есть, если партнер говорит, прости, я правда не знаю, как так получилось, и все, прости. Естественно, здесь уже начинает включаться самоконтроль. Вот если это повторяется, значит, много раз, и тогда действительно нужно задуматься, что тебя еще связывает с этим человеком, почему ты не проработаешь эти отношения, сходи к психотерапевту, ну, как бы психологически заверши контакт, я не знаю, возьми паузу в отношениях, зачем ты пошла в другие отношения, либо пошел. У меня просто был такой случай, когда мужчина пишет мне и говорит, что моя женщина во время секса постоянно начинает называть чужое мужское имя. Причем это мужское имя не является, то есть, у нее такого мужчины не было. То есть, она не была с мужчиной, ну, к примеру, там, Николай его зовут, да? Она не была с Николаем в отношениях, у него не было никого с таким именем. Но при этом, когда она кончает, она там, оргазмирует, она говорит, Коля, Коля, Коля. Ну, мы говорили об этом, я не знаю почему. Меня это заводит. Дошло до того, что мы в компании где-нибудь сидим, и я слышу, там, как люди знакомые, здороваются друг с другом. Там, Николай, у меня сразу внутри сжимается все, потому что я думаю, сейчас моя жена будет сидеть, возбуждаться от этого. Вы же поймите, что, мы даже с тобой вот, Рустам, говорили, да? Да, что у женщин и у мужчин же абсолютно разные проявления себя как личности во время сексуальной близости. Кто-то мычать начинает во время оргазма, кто-то кукарекать, кто-то милкать, кто-то маму звать свою на помощь. Кто-то просто кричит, помогите, и от этого получают удовольствие. Поэтому на этом не стоит зацикливаться, и, безусловно, если такая ситуация возникла, сядьте, поговорите абсолютно нормально. Если получится с какой-то иронией в шутку, там, мы ждем Николая, там кто-то должен присоединиться, ну, как-то отшутитесь, будьте психологически зрелыми людьми. Второй нелепый случай – это выражение лица партнера во время оргазма. И здесь, слушайте, можно писать целую книгу, потому что, девушка, значит, одна рассказывает, мой мужчина очень брутален, то есть, он такой серьезный, ну, короче, очень крутой такой у меня, знаете, он со всеми так общается, со мной такой он весь. Но когда, значит, у него приближается оргазм, он делает выражение лица, как у осла из Шрека. Вот когда на его там драконьиха это напала, он там весь такой вот. И говорит, я начинаю смеяться, но он на меня обижается из-за этого, что, как бы, я уже где-то пытаюсь даже позу такую выбрать, чтобы не видеть, как он оргазмирует, и то у меня не получается. Потому что я как представлю его лицо, ну, оно такое смешное, говорит, ну, просто, ну, мама дорогая. И это тоже нормально. Первое, вы должны понимать, что оргазм – это биохимический такой взрыв ядерный. И он, безусловно, дает абсолютно непредсказуемую реакцию. Человек начинает вести себя естественным образом, то есть, с него слетает маска. Есть, наоборот, люди, которые в том числе не могут дойти до оргазма, потому что есть психологическая проблема потерять лицо. То есть, снять с себя маску, в которой ты находишься, и показать свою естественную реакцию. И, ну, это действительно смешно. Я помню даже в этом, в Comedy Club Паша Воля шутил над тем, как, значит, меняются у мужчин лица во время оргазма. И тут оно в жизни серьезное, суровое, а там где-то на хомячка, понимаешь, похожее, еще на кого-то. Мне вот, кстати, это вообще классно. Напишите, пожалуйста, в комментариях, правда, вы обращали внимание на мимику и выражение лица вашего партнера во время оргазма? На кого он похож становится? Это как-то вас возбуждает, либо наоборот, начинает смешить? Или влияет на ваше возбуждение в обратную сторону, когда у вас пропадает желание это делать? Может быть, вас пугает? Помню, я как-то рассказывал эту историю, когда мужчина и женщина ко мне пришли на прием, значит, она говорит, я не могу заниматься с мужчиной сексом, потому что у меня все сжимается внутри от того, как он орет. То есть, вот обычно женщина громко кричит, да, там, ну, не все, конечно, но есть громко кричащие женщины, а мой, говорит, орет так, что соседи, еще таким голосом тонким, как чайка, что соседи, вот так, соседи думают, что это я, начинают стучать по батареям, орут, я слышу за стенками, как мне соседи кричат, да заткнись ты, дура! И потом я с ними пересекаюсь в подъезде. А он не может по-другому. Вот мы начинаем заниматься с ним сексом, и только вот остается там буквально, значит, там, пару минут до оргазма, и вот у него начинается эта сирена. И он просто как сумасшедший начинает кричать. И такие проблемы бывают. Поэтому секс, это не всегда что-то очень мега-супер-красивое, как в кино показывают. Бывает все, что угодно. Вот, кстати, мы говорим сейчас про то, что во время оргазма может меняться лицо, там, значит, вообще какая-то рожа может появиться вместо лица страшная, либо смешная, и у мужчин, и у женщин это нормально. Но есть же огромное количество женщин, которые вообще не знают, что такое оргазм, и никогда не знали. Либо есть женщины, которые знали, но сейчас не испытывают удовольствия. Женщины, которые находятся в состоянии психогенной фрегидности, различные формы сексуальных расстройств. И у меня на программе, я такая одна, удобная или уникальная, есть отдельный вебинар про телесные блоки, где я подробно рассказываю о различных формах сексуальности, в том числе и деструктивной, и дефицитарной, и про блоки, которые влияют на оргазм женщины, на ее ощущения, на удовольствие, которое она получает. Плюс, естественно, мы говорим про установки, которые мешают женщине, про блоки психологические, которые мешают расслабиться и получить, в том числе, удовольствие во время сексуальной близости с мужчиной. Поэтому приводите в порядок себя, свои ощущения, свои центры радости, удовольствия, наслаждения, и переходите по ссылке под этим видео, регистрируйтесь абсолютно бесплатно из любой точки мира, принимайте участие. Третий нелепый случай, это когда женщина начинает издавать различные звуки, например, выходит воздух из влагалища, и она вся приходит в состояние такое, ой, прости, это не то, что ты подумал, но бывает и обратно, когда, ну, в прямом смысле, женщина, либо мужчина во время сексуальной близости могут пухнуть, и в этом тоже нет ничего зазорного. Открываем форточку, проветриваем помещение, посмеялись, успокоились, выпили водички, ну, не надо делать из этого трагедию, да, потому что очень многие люди делают из этого трагедию. Фу, как ты посмел, ты свинья. Я помню, во время прямого эфира в Инстаграм одна женщина пишет, что мой мужчина постоянно пердит во время секса. И он потом пишет мне, Марк, да я не специально это делаю. Она так написала, говорит, что типа он пердит, как будто я специально занимаюсь сексом, это мой фетиш, испортить воздух. Нет, и не постоянно, но частенько бывает такое. Но при этом я уже решил вопрос. То есть больше такого не повторяется. Но было часто. Почему? Первое. Я там люблю определенные продукты, которые могут пучить живот. Стараюсь там, понимая, что у нас будет близость, не есть ничего подобного. Не пить в газированных напитках, там бобовые не есть какие-то, брокколи, после которой ты весь половой акт будешь пердеть. Даже если ты захочешь сдержаться, у тебя не получится. То есть тут важно понимать причину. Бывает такое, что у женщины там уже не держание воздуха. Мы же записывали видео с вами про анальный секс, любительницы анального секса. Очень часто. Вот как он мне этот нравится, этот абьюзер. Постоянно он только я записываю какое-то видео, он начинает сверлить. Понимаешь? Неожиданно. Вот так же, как он неожиданно появился у нас сейчас на съемках со своими звуками, так и у вас неожиданные звуки могут появиться. Можно, конечно, еще раз повторюсь, в этом нет ничего страшного. Но если вы понимаете, что это проблемы со здоровьем, и действительно происходит регулярно, это может повлиять на степень возбуждения партнера, то, конечно, этот вопрос нужно решать. Простите меня за эти фразочки, конечно, но если там это исключительно свинство, и там какой-то пердеж, потому что это же естественная реакция, ну давайте будем людьми. Мы создаем какую-то красивую историю сексуальную, либо ведем себя естественно. Давайте тогда отрыжки будем делать во время близости. Вот так и начнем делать. В зубочистке ковыряться в зубах, причем не только в своих, а еще в зубах партнера. Вообще красота будет, да? Следующий нелепый случай, это когда в самый неожиданный момент появляются какие-то непонятные жидкости, в том числе и мочеиспускания. Почему такое может быть? Сильное возбуждение, не контролируем свое тело, где-то даже не можем распознать ощущение сильного удовольствия и позыва, значит, сходить в туалет, и в этом тоже нет ничего страшного. То есть, да, очень многие люди начинают пугаться, думают, господи, что происходит, мне так стыдно, мне так неудобно. То есть сексуальные отношения мужчины и женщины, это что? Это в первую очередь наивысшая степень доверия. И вот это же очень классно осознавать, если в ваших отношениях никакого доверия нет, никакой душевной близости, вы друг для друга исключительно технические исполнители сексуальных потребностей другого человека, то, конечно, это будет вас очень сильно, значит, триггерить и задевать. Если между вами действительно присутствует любовь и есть душевная близость, то подобные вопросы вас вообще беспокоить не будут. Но то, что с ними мы действительно часто сталкиваемся, это, да, факт. Но, еще раз повторюсь, кто-то уходит в себя, начинает ковыряться в себе, испытывает комплексы, неуверенность формируется и так далее. Если вы это чувствуете, спросите у своего партнера, тебя это сильно беспокоит, тебя это тревожит или нет. Вот если вам партнер ваш скажет, ты знаешь, такие моменты мне немножко не по себе. Это одно. Если партнер говорит, слушай, все окей, нормально, не переживай, даже не думай об этом. Ну, значит, и не переживайте. Пятый нелепый случай. Ребенок появляется в комнате во время сексуальной близости. Первое. Безусловно, каждый родитель должен понимать, что если в вашем доме есть ребенок, который уже осознанно передвигается, может где-то подсматривать, подглядывать, ну, сделайте все возможное, чтобы избежать ситуаций, в которых ребенок может появиться. Но если уже такое произошло, во-первых, не нужно орать на ребенка, выйди туда, блин, дверь закрой, убью, там, глаза, уйди, ослепнешь ему там кричать. Не надо пугать ребенка. Тихонечко встали, причем кто-нибудь один из вас. Не нужно, если это девочка, ну, пусть мама ее отведет в сторону, поговорит. Потому что встающий с эрагированным членом папа, значит, произведет на девочку не очень приятное впечатление. Если это мальчик, ну, значит, папа как-то аккуратно поднялся, подошел к нему, сынок, иди сюда, отвел в сторону, значит, в комнату, поговорил. Не нужно его за ухо туда заталкивать. Еще раз появишься, голову оторву. Зачем? Спокойно, если ребенок начинает задавать вопросы, спрашивать, а что это вы делали? Чем вы занимались сейчас? Не нужно говорить, мы занимались сексом. Возникает второй вопрос. А что такое секс? Нет, чем вы занимались? Мы обнимались, целовались. Это вот как бы в любви признавались таким образом друг другу. Вот ты подрастешь, у тебя тоже будет любимая женщина, жена, либо муж, и вы так будете делать. То есть, все зависит от возраста. Понятно, что если к вам в комнату зашел 18-летний сын, и пап, а что вы так громко тут с мамкой вытворяете? Может, потише, пожалуйста? Спать охота. Ну, тут как бы можно и тапком бросить, и подушкой подойти еще и леща, ответить за то, что вперся в царство любви и нежности своих родителей. В других вопросах, ну, будьте спокойными, уравновешенными, всякое может быть, не переживайте. Ладно, шестая нелепость, это неуклюжесть определенная. Знаете, как бывает, там, ай, волосы, ай, нога, ай, рука, ой, ты мне нажал, ай, ты меня ущипнул, ай, ой, ой, ой. И вот правда. Вот давайте будем абсолютно честными. В каждой паре такое бывает. Ну, не может такого быть. Это в кино, знаете, там показывают. Она сидит на нем, он встает, они обнимаются, перевернулись. Потом в другую сторону, потом назад, потом вперед, потом он ее подбросил, потом она упала на него в нужной позиции. Ну, в обычной жизни немножко по-другому. Действительно, может быть такое, что вы где-то, проявляя неуклюжесть, сможете задеть своего партнера, ваш партнер может вас задеть. В этом нет ничего такого. Хотя, как утверждают многие исследователи, психиатры, сексологи, сексуальные отношения, они действительно отражают суть отношений мужчины и женщины. Не только в сексе, но и за, значит, пределами сексуальной связи. И да, действительно, такое может быть, когда, допустим, у женщины накопившиеся обиды на мужчину, непринятие мужчины, раздражительность определенная, когда мужчина часто обижает. И во время близости она действительно может не притягивать и бессознательно формировать вот такие ситуации. И раздражаться на все, что делает партнер. Блин, ты не так то, ты не так... Блин, ты что, сам не чувствуешь, что мне неудобно. Ой, ты мне сейчас тут проткнешь. Ой, больно. Ай, волосы. Ай, спиназом. Ай, подожди, подожди, судорога на ноге. То есть любая возможность только, чтобы избежать контакта с мужчиной. У мужчин такое тоже может быть. Ну, хотя там немножко, значит, другая проявленность. Но и такие ситуации действительно бывают. Поэтому я очень часто, знаете, как предлагаю в таких ситуациях сделать небольшую паузу. То есть просто в прямом смысле слова не продолжать сексуальный контакт, обняться, потрогать друг друга, не стараться торопить события, успокоиться, расслабиться, может быть, включить какую-то музыку, поговорить друг с другом, поделать какие-то комплименты. Потому что если вы понимаете, что одно действие раздражает, второе раздражает, может быть, в принципе, женщина вообще не хотела близости, а согласилась, например, на нее, потому что мужчина достаивал. Либо она, как бы, делает это, чтобы он не ушел к другой. То есть нет искренности, а есть просто желание угодить. Это тоже может быть одна из причин вот такой сформировавшейся неуклюжести. Я, кстати, у себя на программе, я такая одна удобная или уникальная, рассказываю как раз-таки про различные формы сексуальности, которые бессознательно заставляют женщину вытеснять мужчину. И мужчины многие начинают изменять женщинам с таким видом сексуальности. Находят себе любовниц, ходят по проституткам, то есть делают все, что угодно, только чтобы удовлетворить себя. Женщина при этом, узнав о таком поведении мужчины, может сказать, ты предатель, ты бессовестный, но при этом даже не понимает, что самостоятельно создала условия, в которых выдавила мужчину из постели. Вот если вам это интересно, под этим видео есть ссылочка, переходите по ней, регистрируйтесь и получайте знания, как бессознательно своими поступками невротическими не подтолкнуть мужика к измене. Следующая нелепая ситуация, когда мужчина очень быстро кончает. Бывает преждевременное семьюизвержение, либо непродолжительный половой акт, который длится буквально считанные секунды, и мужчина раз, как бы и пришел к финишу, а женщина глазками хлопает, даже не успела возбудиться толком. Тем более вы должны понимать, что у женщины и у мужчины по-разному наступает степень возбуждения. Если мы, мужчины, возбуждаемся быстро, то есть сиюминутно, моментально, у женщины в этом случае немножко по-другому. И получается, что женщина еще только набирает обороты, а мужчина уже заканчивает. И здесь, безусловно, я, кстати, слышал одного психолога известного, который говорит, вас этот вопрос вообще не должен беспокоить. Типа, кончил, развернулся и спи себе. Ну, если так подходить к отношениям, типа, человека со здоровой самооценкой не беспокоит мнение другого человека, причем тут мнение, два человека ложатся в постель не для того, чтобы там было одному хорошо, а для того, чтобы двоим. И бывает такое, действительно, когда вроде бы в семейной паре все классно, все здорово, в сексе, но нет-нет, какие-то, ну, нелепые случаи происходят, вот, например, там, преждевременное семяизвержение. А потом опять все нормально. Это одно. Но если вы понимаете, что это проблема, которая действительно мешает, вы должны ее либо решать, либо научиться взаимодействовать с партнерами, решать ее при помощи психотерапии, при помощи профильных специалистов, то есть обратиться к врачам, там, к урологу, к андрологу сходить, посмотреть, что вообще с вами такое. Вот. Либо договариваться. Ну, допустим, есть пары семейные, которые знают прекрасно, например, что мужчина может быстро кончить. Поэтому они к этому подходят с абсолютным пониманием. Мужчина завершает процесс. Пока он находится в состоянии такого перезагрузки, он продолжает там ласкать свою женщину, там, может быть, оральные ласки, он может ей просто трогать руками, они могут обниматься, целоваться. И после этого, как он восстановился и может абсолютно нормально продолжать второй, значит, заход, он делает все возможное, чтобы и женщина получила удовольствие. Поэтому здесь нерешаемых ситуаций не бывает. Но вот такие неожиданности, конечно же, могут возникнуть в абсолютно любой паре. А мужчинам можно просто сказать, слушай, я настолько хотел тебя и думал о тебе, и ты мне так нравишься, я тебя так люблю, и ты такая сексуальная, что просто не могу сдержать себя и свою, значит, сексуальную энергию. И так вот получилось. Тогда ты тоже быть немножко хитреньким и умненьким. Следующий нелепый случай, это когда мужчина и женщина оказываются в постели, и женщина понимает, что у мужчины чрезмерно маленький член. Ты мне рассказывала, да, что женщина рассмеялась? Да. Да? Ну, ты же понимаешь, что это травма для мужчины на всю жизнь? Нет, не понимаю, почему травма? Ну, ты представь себе, у тебя член 4 сантиметра, 5 в эрагированном состоянии, вот такой. Это твоя жизнь. Ну, представь себе, вот у тебя такой писюнчик. И ты и так понимаешь, что сейчас будет такой, знаешь, решающий момент, когда тебе нужно будет переступить через свои внутренние комплексы и пойти в процесс. Хотя, есть же такие мужчины, у которых там член 5 сантиметров, а ему вообще подосрать, он себя чувствует уверенно. То есть, да, ему вообще пофиг. Типа, иди сюда, я сейчас тебе покажу, накажу тебя, крошка. Вот. И ты вот, просто по твоей истории, это же, представляете себе, да, женщина с мужчиной раздеваются, и она понимает, что он возбужден, у него уже есть эрекция, но член 5 сантиметров в эрагированном состоянии. Она начинает над ним смеяться. И, конечно, это травм будет для него. Он, во-первых, и с ней не сможет быть в отношениях, потому что теперь каждый раз будет думать, что он выглядит смешным. И это еще повлияет на то, что он что? И с другими женщинами тоже будет себя чувствовать и теперь неполноценным и закомплексованным. Но хотя, если бы они посмеялись вместе, понимаешь, ага, ага, ну и все. Ну, что здесь такого-то? Вот. Ну, ладно. Ну, бывает такое. Бывает. Конечно, тут не стоит смеяться над человеком. И дальше вам уже нужно решать самой, для чего вы с ним вообще находитесь, что вас объединяет. Желание просто переспать, но это одно. Ну, если вы себе нашли мужчину там на одну ночь, на две, ну, тогда сразу спрашивайте, какой у тебя член, я бы хотел получить максимальное удовольствие, чтобы ты подходил мне, вот, а я тебе подходил. Если у вас там что-то большее, то я вас уверяю, и с таким членом можно быть счастливым в отношениях. Все зависит от степени вашей осознанности и то, какие вы цели перед собой ставите. Кстати, совсем скоро у меня на канале появится видео о том, как определить по внешним признакам размер мужского члена. Будем говорить о мифах, в которые верит огромное количество женщин. Чтобы не пропустить это видео, подписывайтесь на канал, нажимайте колокольчик и получите уведомление, как только оно появится у меня на канале. Следующий нелепый случай это когда женщина наоборот сталкивается с чрезмерно большим половым органом мужчины и она к этому не готова. И к чему это может привести? Мужчина может обидеться, но здесь все зависит, естественно, опять же таки, от степени близости людей. то есть женщина может, конечно, сказать мужчине, мы можем попробовать с тобой, давай это сделаем очень аккуратно, но меня пугает его внешность, меня пугает его размер и вообще, как бы, что это такое? Недосформировавшаяся нога, когда где ботинок? Поэтому давай будем пробовать и такое бывает. Возможно, в вашей жизни такое было, когда вы были чрезмерно удивлены размером мужского достоинства, в меньшую сторону либо в большую, поэтому напишите, пожалуйста, об этом в комментариях. Но давайте пойдем дальше, конечно же, поговорим с вами о самом таком распространенном, нелепом случае, с которым сталкиваются мужчины и женщины в сексуальных отношениях, это отсутствующий реагированный член, то есть начинается близость, люди раздеваются, а у мужчины не стоит, хотя в принципе у него все в порядке со здоровьем, и он ничем не болеет, не страдает, у него все в порядке с цестостероном, но бывает такое, когда мужчина стрессует во время, особенно первой близости с мужчиной, мужчина стрессует в первой, а точно, это не будем вырезать мы, когда мужчина, такое бывает, когда мужчина стрессует в первой, в первую, в первой сексуальный ад с другим мужчиной, и у него может не встать, а во второй может встать, вот, бывает действительно, когда первая близость мужчины и женщины, мужчина в стрессе, значит, и отсутствие эрекции, что в этом случае необходимо делать? Первое, не нужно завершать близость, да, то есть воспринимать это как, значит, завершение контакта, почему? Нужно помочь мужчине почувствовать себя более уверенно, раскрепоститься, успокоиться, почувствовать себя более комфортно, за счет чего это можно сделать? Сходите вместе в душ, постойте в душ, помойте друг друга, да, там, пусть это будет какой-то скрабик, там, какая-то пенка, не знаю, гель для душа, неважно, попейте чай, поешьте какие-нибудь фрукты, послушайте музыку, сделайте друг другу массаж, полежите возле друг друга горенькими, то есть продолжайте контакт, то есть, ведь член, это не самый большой орган в нашем теле, правда, в мужском, есть голова, есть руки, есть ноги, продолжайте взаимодействовать без контакта на уровне мужского члена, и очень часто так происходит, что мужчина действительно расслабляется, все хорошо, и у них возобновляется контакт, и в конечном итоге все довольны и счастливы, но это самая большая ошибка, и самая большая нелепость, когда вы обнаружили, что у мужчины не получается, это касается и мужчины, и женщины, женщина говорит, ну ладно, в другой раз тогда, раз на себя трусики, и давай надевать, а у мужчины мысль-то какая, вот я лох, вот я идиот, фу, стыдно, блин, и тоже оделся, и вот они сидят вот за такими лицами, ну давай хоть фильм посмотрим, нет, вы что, ничего страшного, иди сюда, ложись обратно, давай ко мне, и понеслось, и понеслось, люди по-разному воспринимают близость сексуальную, для кого-то это действительно может быть очень стрессовое состояние, для кого-то, кто-то может стесняться, кто-то себя чувствует неловко, и так далее, и так далее, плюс, слушайте, есть ситуации, когда, я одну такую ситуацию знаю, когда мужчина ко мне приходил и говорит, слушай, я могу заниматься сексом с любой женщиной, но я познакомился с девушкой такой невероятной внешности и красоты, что у меня какой-то комплекс неполноценности рядом с ней срабатывает, то есть у меня ощущение, что я вообще не тот мужчина, который может быть рядом с ней, и что она во мне нашла, и каждый раз, когда я пытаюсь с ней заняться любовью, мне приходится прикладывать какие-то невероятные усилия, для того, чтобы у меня произошло возбуждение, потому что головой я ее хочу, а член отказывается меня слушать, такое ощущение мы, что на разных языках с ним разговариваем, и только лишь из-за того, что мы действительно тянемся друг к другу, понимаем, вот тот пример, который я сейчас приводил, они начинают прибегать к различным формам успокоения, да, там и в душ сходят, и чай, и чаек попьют вместе, и как-то полоскают по-другому друг друга, и все выравнивается, и такое может быть, но поэтому не нужно бить тревогу, и тем более, если вы мужчина, если вы столкнулись с такой ситуацией, отказываться от общения с женщиной, а если вы женщина, то давать какую-то оценку и прописывать диагноз мужчине, который с вами оказался вот в таком, значит, состоянии. Нет, ни в коем случае.